Десятого и одиннадцатого октября в Хабаровске произошло два знаковых события. Двое сотрудников полиции, сержант полиции Роман Владимирович Тимиров и подполковник полиции Куликов Владимир Михайлович подошли к зданию администрации и бросили свои награды. Роман Тимиров сразу ушел и люди не успели с ним поговорить, но они подняли его награды, благодарность и, так сказать, установили, кто это такой. Они прочли благодарность от министра внутренних дел России и более того, они прочли ее вслух потом на камеру. Впрочем, давайте посмотрим этот сюжет, он небольшой. Благодарность министра внутренних дел Российской Федерации, сержанту полиции Тимирову Роману Владимировичу за образцовое исполнение служебного долга, проявленную инициативу и целеустремленность в ходе обеспечения общественного порядка на территории Северокавказской региона и в связи с празднованием дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Министра генерала, лейтенант полиции. И значок, вот только что мужчина принес и бросил это. И бросил. Прямо перед полицией. За отличие в службе. Нужно также добавить, что я нашел несколько роликов, на которых люди от души благодарят сержанта за этот его поступок, но я решил их сейчас не использовать, поскольку все-таки ролики любительские, в плане качества оставляют желать лучшего. А вот подполковник Куликов задержался и поговорил с людьми. И это, понятно, попало на видео. Кстати, он выбросил не только награды, но и погон подполковника. Давайте посмотрим этот сюжет. Куликову Владимиру Михайловичу выражаю вам искреннюю признательность за высокие показатели при исполнении служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности граждан, предупреждению в раскрытии преступлений на территории Хабаровского края и в связи со 135-летием со дня образования Хабаровского полицейского управления. Губернатор Хабаровского края «Шпорт» 2015 год. Кто вы? Это ваше? Почему вы это сделали? Это невыносимо. Это награда не моя. А я не считаю ее служим. Вернее, не от того человека, который бы считал достойным мне ее вручивать. Почему? Шпорт. Награда от шпорта? Почему вы приняли решение для сегодня выбросить? Она мне не нужна. Мой губернатор сургал. Я зафорта никогда не голосовал. Можно руку пожать вам. Это хороший человек, мы его знаем. Вы меня не можете знать. А вы милиционер, получается? Да. А там есть мои регалии. Скажите, вы выбираете вот то, что вчера сделали? Абсолютно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так вас да можно. Назовите просто Михалыч. Михалыч. Михалыч, спасибо большое. Мы вчера были здесь, это свинство, которое было здесь, видели. Сколько лет вы отработали? Больше 20. А вы сейчас уволены? Поэтому я в спокойном случае. Или вы сами уволены? Да, сами уволены. Вы меняетесь из этого. Я свое время не ушел из этого дерьма. Это, может быть, тогда было лучше, но сейчас говорят. Случилось. Чем дальше в тюрьму? Да, да, да. Сдал полномочия. А все дети? Если вдруг вам какие-то претензии будут... А не обязательно. Обратите. На днях я написал об этом на Дзене, на моем канале на Дзене, небольшую статью. Первый день она почему-то оставалась незамеченной, зато на второй выстрел. И набрала за сутки более 16 тысяч досчитываний. А нужно сказать, это немало. Поскольку канал у меня молодой. Ему чуть более двух с половиной месяцев. И подобное выстрел на нем еще редкость. Вот, кстати, эта статья. Нужно также отметить, что вокруг этой статьи сразу началась бурная полемика. Причем полемика на каждом шагу, выходящая за грани приличия. Так называемые кремлеботы начали вовсю поливать помоями этих сотрудников полиции. И выражение типа, они изменили свои присяги, а от пенсии своей этот подполковник отказался и так далее. Их было более чем достаточно. И, кстати, нужно сказать, это самые мягкие выражения, которые я выбрал. Как я уже сказал, полемика далеко выходила за рамки приличия. Но нормальные люди, понятно, заняли другую позицию. И ответы были типа, молодцы ребята. Есть еще у нас офицеры, которые помнят, что такое честь и так далее. Тоже норма в этой полемике. Но и нужно сказать, что кремлеботам люди тоже отвечали. При этом более чем не стесняясь. Это мягко говоря. Что бы там ни было, ясно одно. Это знаковое событие. И неудивительно, что оно породило такой резонанс. Сегодня уже видно невооруженным голосом, что от гиперпопулярности Путина остались рожки-донушки. И уже, пожалуй, даже трудно поверить, что и в счет совсем недавно он был у нас в стране гиперпопулярен. И то, что он, по примеру, Лукашенко начал применять для разгонов протеста в силу, конечно, очень нехорошо. И добавлю, очень нехорошо как для власти, так и для всех нас. Я уже не раз говорил, что в условиях все растущей социальной активности народа применять против народа силу даже не просто аморально. Это еще и крайне безответственно. Также я уже не раз повторял и буду повторять. Это даже не тушить пожар бензином, а это тушить пожар напалмом. Это, кстати, очень хорошо видно на примере той же Белоруссии. И, конечно, радует, что среди сотрудников полиции еще есть честные и думающие люди, которые эту простую истину понимают. Путину просто нельзя позволить идти по стопам Лукашенко и заливать пожар напалмом. И полагаю, силовикам здесь пора подумать об объединении. Сначала силовикам запаса. И подумать об организованном противодействии Путину. О том, как не дать им делать такие авантюры. Я, кстати, тоже офицер запаса вооруженных сил. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!